Друзья, всем привет! Сегодня у нас просто мега распаковка с Китая, с Пайзона, от Гурона. Приехала моя прелесть. Это попытка номер два. Вы сейчас поймете почему. Я уже не могу терпеть. Она неделю у меня лежит в коридоре, глаза мусолит. Но давайте посмотрим. Не из дешевых пар. 200 с чем-то долларов, по-моему, там 1600 юаней. Это кроссовки будущего. Но из 2018 года, это можно сказать, как кот в мешке. Но сейчас давайте будем распаковывать. Сейчас закрою двери, чтобы никто не мешал. Дети, не кричите! Я видео снимаю. Так. Гиперадапт. Их очень уже сложно найти. Потому что, ну, дата производства, по идее, должна 2018-2019 год быть. На тот момент они стоили 500 долларов. И я брал, помните, за 50 тысяч рублей из Голландии. Так, а что она не открывается? Она же как-то выдвигается здесь. Расцветка, сразу же хочу сказать, не моя. Но она последняя осталась. Так. Я там как могу, могу так сказать, предполагать, что чего-то здесь будет не хватать. Не знаю, проверяли их, не проверяли. Я имею в виду сам Пайзон. О! А, этот Гуру. Я думаю, блин, в кроссовках такого не должно быть. А это для мышки. Для мышки коврик. Это в подарок. Это я дочке отдам. У меня большой коврик, потому что вот дочке как раз нужен будет вот такой. Кстати, посылка поехала почему-то из Уссурийска в Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга ко мне. Но я не сильно много потерял во времени. Там буквально, может, пару дней. Но вот так вот, как-то они это. Но там, понимаете, сейчас я вам покажу. Вот они. Надеюсь, будет видно. 1649 юаней. Это, можно сказать, 50% на них скидом. Ну, там последняя пара оставалась. Или последние две. Ну, короче, вот это мой размер. Больше там в моем размере вот таких кроссовок нет. 26 тысяч. Обошлись, да, там. Или это даже с доставкой. Ну, это уже как бы дело вторичное. Но не полтинник, ребят. Не полтинник. Я не знаю, как они будут функционировать. Будут ли вообще функционировать. Мне интересует год производства. Да, они 19-го года. Там сбоку есть. Ну, что? Давайте попробуем. Двухамперная зарядка здесь должна быть. Так, взял такую зарядку. Она всяко подойдет. 33 вата. Так, ну, может быть, они зарядили. Давайте посмотрим все-таки. Ох, е-мое! Без ложки не обойтись. У меня тут ложка есть как раз. Я вам здесь, смотрите, что напокупал. Всяких пропиток для тестирования. Видите, да? Тарага всякие там. Вот такая вот штуковина, да? Вся помятая. Ну, короче, и так далее. Такой тарага. Такая пропитка там. Салтан какой-то экстрим. Это, кстати, пролилось здесь при транспортировке вообще. Так, и вот здесь есть то, что мне надо. Ох ты мой бог! Они их еще и зарядили. Ну, или проверили, по крайней мере. Ё-моё! Давай, родной! Ну, правый давай! Ты чё? Ну, ну, пожалуйста. Левый сфункционировал, а... Так, где там? А чё-то не хотел сфункционировать. Ну-ка. Ну, давай, родной, чё ж такое-то. Их, кстати, не подделывали. Чё написано? Не вижу, чё написано. Не подделывали никогда. Ну-ка. А, ну всё, понял. Всё-всё, тормози, тормози, братан. Всё, понял. Датчик у них в пятке. И, может, стелька просто... Ну, так. Там давления не было. То есть, стелька мешает. Там плотная такая стелька. Во! Всё, починил. Слушайте, ну, блин. Цвет, я сразу сказал, не мой. Ну, такой он, оранжево-красный. Ну, там ничего другого не было. И я почему-то хотел, может быть, здесь вот серого добавить. И здесь, возможно, чёрного сделаю. Ну, я их буду чуть-чуть дорабатывать. Может быть, сделаю пену тоже чёрную. Сейчас проверим, как они подзаряжаются. Нет? Ага, здесь пошло, вот видите, сразу индикация зарядки. Всё, погнало. Ох, ну чё, ребят. Я, в принципе, рад. Я не знаю, насколько будет хватать этой батареи. Какая там батарея. То есть, это как бы, я говорю, это как кот в мешке. Модель не на лето. Это на холодную погоду. Там плюс 5, плюс 10, плюс 15. На сухое. Подиумный такой вариант для, короче, для тусовок, на которые я не хожу. Для каких-то шоппингов, там, и ещё что-то. Ну, короче, каких-то выезд, там, в гости и так далее. У меня есть Adidas, и вы все знаете, со сменной амортизационной системой в пяточной зоне. Вот эти Adidas. Adidas 1, Smart Ride, тоже со сменной. Ну, я уже сказал, не буду повторяться. Батарейка вытащена на зиму была. То есть, это Adistar, именно классического типа. Летняя модель, 0,8 год. Даже видите, вот варю шок, вот эти картинки, переливашки. То есть, ну, вот так вот это будет у меня в дополнение. Надеюсь, будет с Nike всё окей. На самом деле, прикольно, как у меня строятся ролики. Та часть видео была больше недели назад. Я уже забыл, о чём говорил там. Ну, да ладно. Это-то не главное. Самое... И такое тоже бывает. Самое-то главное, то, что у нас вот они, родные. Сейчас поближе вам покажу эту красоту. Кроссовки-то мне большеват, прикиньте, да? 8,5 мой. И вот так вот большимерят. Вот большой палец. Ну, там не особо критично. Полуразмера. Прибарахлился, кстати, штаны другие взял. Новый. Тем уже, конечно, капец. Заехал я в Amazon Red, да? Цены отвратительные полностью. Ну, как раз кроссовки показывать неплохо. В таких штанах. Видите, как сейчас стали делать хлопок с полиэстером. Это верно, потому что материал более приятный на ощупь после стирок. И с прошествием времени выцветать не так быстро будет. Кроссовки вообще, блин, обхват. Понимаете, ребят, эти кроссовки, это не про, там, какое-то там удобство дикое, что-то там вентиляцию и так далее. Это эмоции. Вот сколько, 5 лет я не щупал эти кроссовки. Не хватает мне технологичности в обуви. Мне нравятся технологичные кроссовки. Не хватает вот этого всего. И вот немножко подвигал там что-то, понажимал. Понажимал туда-сюда, туда-сюда. О, нифига он сдавил. Понажимал и все, как бы насытился этими эмоциями. Это как наркотик, понимаете. Вот у каждого свой наркотик. Для кого-то там сигареты, алкоголь, у кого-то наркотики, у кого-то сладости. У меня кроссовки, это мои наркотики, которые опустошают мой банковский кошелек. Кстати, вот эти штаны очень дорого обошлись. Ну, как дорого? Ну, 2 с чем-то. По-моему, даже 3. Это ценники нереальные. Амазин Крэд мог бы вообще написать просто Пума и все. Там, по сути, делать нечего. Так, что еще здесь? Ну, вот кроссовки и кроссовки, да. У меня даже возникла идея здесь немножко доработать. Вот эту часть, где она такая пластиково-резиновая. Я бы сюда нанес какую-нибудь защитку, типа тоненький слой резины. И интересно, заряжать она будет через резину? Это мне кажется должно. Ну, и не знаю. Потыркал, попыркал их, и кажется, уже не нужны эти кроссовки. Потому что я понимаю, что, кстати, эти деньги откладывал на новую видеокарту. Вот видите, да? И вот, видите, да? Старый компьютер. И вот монитор там. И я такой, для монтажа все-таки надо более мощную видеокарту было брать. Ну, и вот, по сути, я ее взял, да? В лице кроссовок, да? Я копил на новую видеокарту, чтобы продать ту и доплатить, да? А купил кроссовки. Ну, это вот, вот, это наркотик, я еще раз говорю. Короче, вот такие вот кроссовки. Это, ну, от нуля до 20 градусов. В принципе, тут про дизайн какой-то, необычность и технологии. Вот про что эти кроссовки. Мигают, светятся, постояли, не разрядились. Прикольно. Кстати, здесь неприятная ситуация произошла со мной. Я же там все людям помогаю, да? С кроссовками. И вот немножко, ну, пока не об этом, да? Но да. Еще почта, видите, что прислала? Вот так вот ножи, которые я брал для кухни. Ну, вот да, вот такие-то ножи для кухни. Тут с декоративными элементами. Просто на черно-белом варианте листовок кажется, что это как какие-то ножи для убийства, реально. И вот они сделали экспертизу, кухонные ножи признали какими-то охотничьими, боевыми. Хотя покупалось все на джуме в разделе кухонные ножи. И тысячи людей получили их, и все у них нормально. А мне, как обычно, везет. 16.3 хотят делать. Ну, я думаю, нифига там не будет по итогу. Короче, такие вот дела. А, их, кстати, с 1000 евро на 200 евро перекинули, да, с 1 апреля. Ну, до последнего тянули, и в итоге ничего не стали делать. Потому что 20 миллионов человек везут свои посылки, больше, которым по стоимости 200 евро. А представьте, какие-то деньги бешеные. Ну, хотят кушать, все, не накушались там все. Да, вот такой еще вариант у меня. Asics ко мне приехал. Да, ребята, а вот эти кроссовки. Любовь, да, любовь после обзора у меня произошла с этими кроссовками. Посмотрите, какая красота. Какая пластинка на всю среднюю часть стопы. А эти, наоборот, по длине, вот 8,5, да, по длине. Это Нимбусы 9, кто не понял, переиздание. По длине меньше, а по ширине шире. Вообще офигеннейший, офигеннейший. И вот, получается, вот эти с Китая, через Гурон. Эти с Джума, с Китая. Эти сокони тоже себе. Ну, это уже еще зимой купил. Эти с Америки через почта.com последнюю посылку отправил. А вот что Гурон не сделает там через Грузию, может, с Америки как-нибудь замутим, замутит. И было бы все круто. Тут что-то мне ценники вообще уже не стали нравиться с Америки. Хотя спрос очень сильный. И вот после обзора, как я сделал обзор на US9, у меня был в другой расцветке. Все, я понял, что их нужно брать на лето просто. Но, опять же, вот смотрите. Вот так вот вам приближу, видите, что происходит. Ну, это называется, что можно было US9. Они маломерят, маломерят. Кстати, я вот следующие обзоры начну немножко в другом формате. Я буду начинать показывать сразу же на ногах. Немножко переверну это все так наизнанку. Укорочу, потому что вы что-то забыли комментарии писать. Там эти пальцы вверх-вниз ставить. Мне это вообще как бы не важно. Важно YouTube для их алгоритмов, чтобы видео дальше проходило. То есть вот это. Вы что-то расслабились? Короче, я вот так вот поэтому все наизнанку переверну. Ну, Нимбусы просто крутые. Там в группе кто-то говорил, блин, как это говно можно вообще надевать, что-то там носить? Я не знаю, по мне это очень крутые модели. Они очень комфортные, такие не тяжелые, интересные по дизайну, необычные, нестандартные, нелегкие, не быстрые в производстве, накладные для этих всех брендов. И мне этим именно нравятся эти кроссовки. Они вентилируемые, усиленные. Тут все как бы сделано. При них не сдавливают. Там сверху мой большой палец. Там пятка у меня не вылетает. На расслабоне шнурки завязаны, но модель сидит просто отличнейше. Ее не проблематично мыть. И здесь все при ней. Просто ходи, наслаждайся, бегай, занимайся. И все окей. А вот бодега и сокони. 3D-гриды, ураганы. Куча доп шнурков. Ну что? Вот так вот. На синтетике закос под замшу. Ну здесь есть и натуральный материал. Опять же, вот, мне не хватает чего-то, да. Вот дизайнов. Вот вставок различных. Интересных материалов, нестандартных. Просто я тогда надел. Опять же, кроссовки американские. Которые были у меня в кожном исполнении. Коричневые такие, с петельками еще. И я понял, что это да. Это просто класс. Классно они ощущаются на ногах. Выглядят классно. Я смогу сочетать со многим это все. Непроблематично будет в уходе. Прикол в том, что я их купил, по-моему, за 90, за 100 долларов. В магазине, да. И потом, через 2 месяца, они выстрелили на eBay. По 55-60 долларов. Это меня печалило, расстроило. Ну, вы понимаете, да. Я купил там за 95, а их потом за 55, за 60. Ну, а что поделать, это жизнь. Кто-то купил, я, кстати, советовал. В телеге, в телеге я всегда советую. Вот это там все. Если вы не подписаны на наш чат и вообще и на саму группу, то вы многое теряете. Потому что там все самое последнее. Это все сделано для вас. Как и Гурон, который я советую, он сделан для вас. Как и Джум для тех, кто не хочет. И как бы вот, кстати, Гурон сейчас вот, кстати, как никогда. Потому что 200 евро, а Гурон вам может хоть тысячу, хоть две, хоть пять тысяч евро кроссовок сделать, привезти. И вы там не участвуете в растаможках. Никаких. Никаким боком. То есть, хоть что и хоть сколько. А если вам там до 200 евро, и вы там как бы не хотите сильно париться, то Джум есть. Опять же, на Джуме у меня есть мини-обзоры. Кстати, мини-обзоры уже были. Вот на всякие такие кроссовки, да. Там уже давно на Джуме мини-обзорчики. И весь Ариг с Джума я собрал в своей подборке. Заходите, смотрите, покупаете. Там доставка включена в стоимость, собственно. И никаких проблем. Ну и что? Что имеем? Вот такие вот кроссовки. Такие вот эмоции мои. Мне очень нравятся. Ну я сейчас после работы немножко подохрип еще. Сейчас с детьми пойду уроки делать. Но эти вот пары, вот эти две пары очень достойны. Ну, эти, так сказать, на любителя. Но я еще подумаю, что с ними делать. Потому что выглядят они тоже бомбезно. На этом всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok